Здравствуйте! В этом уроке мы будем создавать цветовой акцент на черно-белые или тонированные фотографии. Эффект снимка в снимке достаточно популярен и он часто используется в брошюрах и в журнальных иллюстрациях. Активируем инструмент Кривые без Е и отрисуем один из карандашей. Замкнем кривую и проверим контур отрисовки. При необходимости инструментом фигура или форма как он назывался в ранних редакциях можно откорректировать контур отрисовки карандаша. Соединим два узла. Замкнем кривую. Чуть-чуть поправим ее. Выберем два объекта, отрисованный контур карандаша и фотоизображение и применим функцию формирования в режиме пересечения. Удалим лишний объект контур карандаша. У нас вырезан карандаш. При необходимости можно немного поправить. Опять же инструментом формы. Выбираем фотографию, которая находится на заднем плане. Открываем вкладку Растровое изображение. Преобразовать в растровое изображение. И преобразовываем цветное изображение в изображение в оттенках серых тонов. У нас получился цветовой акцент на черно-белой фотографии. Эту фотографию мы можем осветлить или затемнить, открыв вкладку Эффекты, настройки Цветовая кривая. Осветлили изображение, находящееся на заднем плане. Или затемнили его. Нарисуем эллипс. Еще один небольшой эллипс. Объединим их в единую кривую. Чуть-чуть изменим форму. Переместим центр вращения. И развернем под углом 60 градусов пять раз. Пять основных лепестков зальем светло-серым цветом с черным абрисом. Можно убрать абрис, можно оставить его. Один лепесток зальем цветом, образец которого выберем с малинового карандаша. Уберем абрис. И этот лепесток растеризуем в цветовую модель RGB с сохранением прозрачного фона. Применим к этому лепестку Проостровый эффект из группы художественные мазки. Цветной карандаш. Выберем размер штрихов и абрис. У нас получился цветной эффект рисунка, нарисованного малиновым карандашом на черно-белом изображении. Этот прием позволяет привлечь внимание зрителя именно к цветовому пятну на фотографии. Перейдем на следующую страницу документа и создадим эффект снимок в снимке. Нарисуем прямоугольник в области, к которой мы хотим привлечь внимание зрителя. Чуть-чуть повернем его. Может быть немного увеличим. И применим к двум объектам функцию формирования в режиме пересечения. У нас есть рамка и есть вырезанный фрагмент изображения. Увеличим абрис рамки, изменим цвет абриса и сгруппируем два объекта. Изображение, являющееся фоновым, изменим. Уберем цвет. Только не будем преобразовывать в другой цветовой режим, а уберем насыщенность. Для этого откроем вкладку эффекты, настройки, убрать насыщенность. На заднем плане у нас изображение в градациях серых тонов. С помощью цветовой кривой мы можем осветлить или затемнить фоновое изображение. Можно открыть вкладку растровое изображение. Лаборатория по корректировке изображений. И изменить оттенок. Делаем моментальный снимок. Добавим розовых оттенков. Увеличим яркость. Еще розового и теплого желтого. Создадим еще один снимок. Выбираем тот вариант, который нам больше нравится. Нам осталось подчеркнуть эффект снимка в снимке, применив эффект тень. Можно применить эффект размытости. Выберем радиальную размытость. И совсем небольшую величину размытия. Или применить эффект эксилизации. Для следующей открытки цветовой акцент будем делать в программе Coral Photo Paint. Для этого отредактируем растровое изображение в этой программе. Активируем инструмент маска волшебной палочкой. И выделяем розу. Добавляем фрагменты изображения. Мелкие фрагменты, которые нам надо добавить к маске. Добавим с помощью маски кисти. Уменьшаем прозрачность до нуля. И аккуратно проводим кистью по всем невыделенным фрагментам. У нас создана достаточно аккуратная маска вокруг цветка. Открываем вкладку объект. Создать объект из выделения. На новом слое у нас вырезанная роза. Теперь нам нужно затонировать фон. Вернее убрать информацию о цвете на фоновом изображении. Открываем вкладку настройка. Убрать насыщенность. С помощью цветовой кривой мы можем осветлить или затемнить. Фоновое изображение. Можно открыть вкладку «Баланс цветов». И добавить любых оттенков. Например, золотовато-коричневых тонов. Выходим из редактирования растрового изображения. Возвращаемся в программу «Корал Дро». Обрисовываем. Ярлык. Заливаем его бледно-розовым цветом. Убираем абрис. И применяем к нему эффект прозрачности. Режим умножения. И напишем текст. Субтитры создавал DimaTorzok Перемещаем розовый текст на передний план. И немного поправляем его. Вот такая открытка с цветовыми акцентами получилась. Редактор субтитров А.Семкин